Кеша единственный на этой выставке, кому позволено находиться вне клетки. Этот синий желтый арес с подрезанными крыльями улететь не сможет, говорят, укусить тоже. Он очень любит фундук, хотя характер у него вредный, гладить себя не дает. Несмотря на то, что на этой выставке Гоша самый серый и неприглядный, он самый талантливый. Это тот вид попугая в Жако, который легко учится подражать любым звукам. Гоша уже может произнести не только свое имя, но и имя своего соседа по выставке попугая Ромы. Потому что они все время рядом. Правда, на камеру с нами разговаривать отказался, говорят, очень стеснительный. Где-то к трем годам жизни они уже начинают свободно разговаривать, запоминать больше трехсот слов. И еще такая одна птичка у нас, священная майна. Не попугай, а семейство дворцовых, которые тоже у нас уже начинают заучивать некоторые слова. В процессе, как про нее пишут на многих книжках, что она может разговаривать, даже не умолкай, как радио, то есть все время все повторять. Экзотические птицы, удовольствие дорогое. Цены на них начинаются от 15 тысяч рублей. А тукан-току и вовсе стоят, как половина отечественного авто. Правда, он и прослужит столько же. Эти птицы живут 20 лет. Птицы сейчас достаточно дорогое удовольствие. А в содержании дорогое. Ну и сама стоимость птички тоже, знаете, цена у них зашкаливает. Хотелось бы, конечно, завести вот такого красавца, серого жаку африканского. Посмотреть на 35 попугаев и 10 экзотических птиц можно в Энгельсе, в ДК «Строитель». Выставка будет проходить до 24 апреля. Надежда Новиков, Олег Буланов. Новости телеабектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова